Ну хорошо, и люди старше 45, вот такие категории стандартные, что им можете порекомендовать? Как говорят, в этом возрасте уже можно всё, всё можно, и аппаратные методики, и инъекции, и те, кто, допустим, приходят, есть такая категория людей, которые приходят, говорят, я не хочу аппаратов, я боюсь инъекций, но я хочу лучше выглядеть. Я хочу сказать, что даже в этом случае надо приходить на уходовые процедуры и всем своим клиентам, я всегда говорю, если у вас стоит выбор между тем, чтобы сделать три процедуры или одну процедуру, или не сделать процедуру, лучше сделать даже одну процедуру, потому что от каждой процедуры, которую вы делаете, вы всегда получаете хоть какой-то небольшой и отсроченный результат, это всегда продлевает вашу молодость, всегда вас делает на шаг выше. Насколько вы можете оценить, то есть мы сейчас говорим о том, что у нас остался месяц, нужно ли это постоянно вообще делать, после какого возраста нужно постоянно, допустим, делать, насколько? Ну, если быть совсем честным, сказать, что прям точных каких-то цифр, наверное, нет, в каком возрасте нужно всё это начинать. Ну, вот я считаю, наверное, тогда, когда вы себе начинаете не нравиться в зеркале, вот тогда надо начинать и с этого времени делать постоянно. Когда вы видите какие-то первые признаки, которые вас огорчают, морщинки, усталый вид лица, с этого возраста вы должны за собой ухаживать. Конечно, уход должен быть систематическим для того, чтобы сохранить свою молодость. Если это, скажем, курсы мезотерапевтических процедур, то это может быть 2-3 раза в год. Если это курсы биоревитализации, то это 2 раза в год. Если это аппаратные методики, например, аппарат Фраксель, это у нас сезонный лазер, это осенний-зимний период. Аппарат Сиби, лазерное омоложение, можно делать круглый год, то есть у него нет сезонности. Все эти процедуры, они хорошо комбинируются между собой. В основном мы стараемся сами вести наших клиентов, то есть они приходят и какие-то свои предъявляют, ну как бы жалобы, не жалобы, пожелания. Вот мне не нравятся морщинки, мне не нравится пигмент или еще что-то. И мы все это уже вкупе вместе решаем и в дальнейшем рекомендуем, сделав определенный курс, приходите через 3-4 недельки или через месяц-два, в зависимости от того, что мы делали, чтобы мы это все поддерживали. Потому что любой результат, он достижим, но его нужно поддерживать. Всегда есть какой-то определенный порог, когда мы должны не просто сделали процедуру и забыли, а потом поддерживали эти результаты.